МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В день юбилея состоялась студенческая эстафета. Как яркий символ преемственности поколений и верности делу отцов, огонь эстафеты был пронесен от кремлевских стен до университета на Ленинских горах. Эстафета прошла через весь район. По проспекту Маркса. По старинной волхонке. ПЕСНЯ По метростройской улице. ПЕСНЯ Верная спутница, молодежи, студенчество. Поет один коллектив МГУ «Плакат». ПЕСНЯ Эстафету видели и на Комсомольском проспекте, напрямую связавшем центр с юго-западом Москвы. ПЕСНЯ Университет — это город науки. 17 факультетов, более 28 тысяч студентов. Четвертая часть Академии наук СССР. Выпускники Московского университета. Заслуги старейшего вуза страны высоко оценены. Третью правительственную награду МГУ Ордена Октябрьской революции вручил член политбюро СК КПСС, первый секретарь Московского горкома партии Виктор Васильевич Гришин. Главная магистраль района — Просторный Комсомольский проспект. Один из авторов проекта — лауреат Ленинской премии «Белопольский». «Еще Владимир Ильич Ленин указывал на необходимость развития Москвы в сторону юго-запада. Комсомольский проспект и Трунзенская набережная — это красивый район, связанный с нескучным стадом Москва-рековой. В центре Комсомольского проспекта размещается площадка для строительства дворца молодежи». Дворец станет местом встреч московской молодежи ее гостеприимным домом. Одновременно с Комсомольским проспектом был построен центральный стадион имени Ленина. Москва готовится к Олимпийским играм. Нашим спортсменам уже довелось помериться силами с соперниками на Белой Олимпиаде. Рекомендации и советы ученых Института механики МДУ помогли завоевать олимпийские медали в Лейк-Плеседе гонщицам на санях. На склонах Ленинских гор у излученной Москвы реки традиционное место отдыха москвичей одна из многих спортивных зон города. В Ленинском районе десятки научно-исследовательских институтов, высших учебных заведений. На Пироговской улице известнейшие медицинские учреждения и клиники. Древние стены хранят память о минувшем. Произведения великих мастеров собраны в Музее изобразительных искусств имени Пушкина. Одна из заповедных зон старинные хамовники слобода московских ткачей. В этом доме напротив фабрики шелковых изделий жил Лев Николаевич Толстой. Рабством нашего времени назвал он условия труда в цехах, принадлежавших французу-фабриканту Жиро. После октября не стало фабрики Жиро. Теперь здесь комбинат Красная Роза. Передовое предприятие текстильной промышленности страны. На участке почти сотня станков. А хозяйка одна. Говорит кавалер органа Ленина Ткачиха Минованова. Сейчас по всей стране развернулось социалистическое соревнование в честь 110-й годовщины со дня рождения Владимира Ильича Ленина. Я и мои подруги, сменщицы, стали на трудовую вакту. Выполнили пятилетку, а в конце этого года выполнили еще одну. Нам помогают очень новые станки, более производительные, и новая техника. Это электронно-вычислительный центр. В нынешней Пятилетке предприятия районов в три с лишним раза увеличили выпуск отличной продукции. Выше 200 изделий отмечено почетной эмблемой с государственным знаком качества. Более трех тысяч передовых рабочих района обязались завершить личные пятилетки к 110-й годовщине со дня рождения Ленина. Ленинский район один из центральных районов столицы. В Кремле проходят съезды коммунистической партии, заседает Верховный Совет государства, принимаются важнейшие законы и документы нашего времени. В этом здании на третьем этаже кабинет Ленина. Здесь только необходимое для работы. Телефоны должны быть всегда под рукой. Это была его просьба. Сотни людей со всех концов земли побывали у Ленина. Тысячи вопросов обсуждались в этом кабинете. В том числе о превращении Москвы в художественно осмысленный, удобный для человека город. Особо Владимир Ильич беспокоился о судьбе памятников древнего искусства и зодчества, созданных за долгую историю России. Сюда должны приходить экскурсии. Здесь должны быть развернуты музеи, подчеркивал Ленин. Здесь должны даваться подробные исторические пояснения посетителям. В наши дни на пороге 80-х годов обновился облик Кремля. Завершилась полная реставрация его сооружений. Мы получили возможность увидеть совершенную красоту великих творений русского народа. Каждый, кто бывает в Москве, приходит сюда, в Кремль, к памятнику Ленину. Отсюда начинается Ленинский район столицы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова